Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 ноября. Житие святого Прокла, патриарха Константинопольского. Святой Прокл был учеником святого Иоанна Златоустова и вподобился видеть, как святой апостол Павел в дивном видении тайно беседовал со святым Иоанном. Один константинопольский бельможа был оклеветан своими завистниками перед императором Аркадием, издан из дворца и лишён своего высокого сана. Желая обратиться за помощью к святому Иоанну, он заочно просил его позволить прийти к нему ночью, так как боялся идти днём, чтобы не увидал его кто-нибудь из врагов и не оклеветал бы ещё более перед царём. Тогда святой Иоанн, призвав служившего при нём Прокла, мужа благочестивого и сиявшего всякими добродетелями, велел ему напомнить ночью о вельможе и привести его. В том и состояло служение Прокла у Златоуста, что он докладывал патриарху о приходящих и вводил их к нему. Когда настала ночь, вельможа пришёл к патриарху, чтобы побеседовать с ним и подробно рассказать ему о своём злоключении. И вот Прокл, вставший с постели, подошёл к дверям в спальне патриарха и через дверную щель увидел, что Иоанн сидит и пишет, а святой апостол Павел, приняв к нему за спиной и нагнувшись к его правому уху, беседует с ним. Видом апостол похож был на святого пророка Елисея, с головой лишённый волос на передней части и большой широкой бородою. О чём они беседовали, через двери расслышать было нельзя. Отошедший от дверей Прокл сказал пришедшему, «Не огорчайся, потерпи немного, некто другой прежде тебя вошёл к патриарху, и потому, пока он не уйдёт, я не могу тебя везти туда». На самом же деле Прокл находился в страхе, не догадываясь, кто пришёл к патриарху. Помимо Прокла никто не мог проникнуть в патриарху, а о том, что это явление апостола Павла, он не знал. Долго сидел вельможа и, наконец, опять стал просить Прокла, доложить о нём патриарху. «Ты сам видишь», — отвечал Прокл, «Сколько времени я ожидаю, пока не выйдет беседующий с патриархом. Впрочем, я всё-таки пойду, посмотрю в щель, не перестали ли они беседовать». Прокл пошёл и видел, что беседа всё ещё продолжается. Он возвратился и сел. Потом он проходил в двери в третий раз и видел то же самое. «Тебе нужно было очень никого не пускать раньше меня», — сказал тогда становник, «ведь ты знал, что я нахожусь с великой бедеей и со дня на день ожидаю себе смерти». «Поверь мне, брат», — отвечал ему Прокл, — «что я не вводил его и не знаю даже, кто он такой, и что нет здесь другого входа, которым кто-нибудь мог бы войти кроме этого. Однако подожди ещё немного». Но в это время послышались удары к утренню, и Прокл сказал пришедшему, «Теперь вступай с миром». С этой минуты Патриарх не беседует уже ни с кем и ни о чём посторонним во время назначенной для ночной молитвы не думает, но до рассвета остаётся один, всем умом своему глубившись в молитву и беседуя с одним только Богом. «Приходи за следующую ночь, и я во что бы то ни стало в виду тебя прежде всех». Вельможа поднялся с места и печально со слезами на глазах пошёл домой. На следующую ночь он опять пришёл в Патриарший дом. Прокл опять, как и прежде, пошёл докладывать о нём. И опять увидел апостола, говорящего что-то на ухо святому Янну, и воротился, не смея призывать их беседы, и опять Вельможа, когда ударили к утренню, пошёл со скорби домой ни с чем. Со своей стороны Прокл весьма удивлялся и недоумевал, кто же именно приходит к Патриарху и когда к нему проникает. И вот он дал себе зарок не есть, не пить, не спать и не отходить от дверей Патриарха до тех пор, пока не удастся ему провести Кианну злосчастного Вельможи и разузнать, кто это неизвестно каким образом входит в Патриарху. В ночь Вельможа явился по обычаю. Прокл, уверенный, что Патриарха никого нет, сказал ему, «Ради тебя, господин мой брат, я совсем не отлучался с этого места, и теперь пойду и доложу о тебе Патриарху». И тотчас пошёл и подошедший к двери, и на этот раз увидел апостола, говорящего на ухо Патриарху. Тогда Прокл, возвратившись, сказал пришедшему, «Вступай домой, брат, и моли Бога помочь тебе, ибо, как я вижу, тот, беседуясь с Патриархом, посылается к нему от Бога и входит невидимо. Через эти же двери, кроме Патриарха, не входил никто». Вельможа ушёл в слезах и совершенно отчаявшись в помощи от святого Иоанна. Но когда настало утро, Иоанн сам вспомнил наконец о нём, и, позвав Прокла, спросил, «Не приходил ли тот человек, которого я приказывал тебе ввести ко мне?» «Да, отче», — отвечал Прокл, «он действительно вот уже третью ночь приходил сюда, но ты беседовал с кем-то другим один на один, и потому я не посмел войти к тебе и доложить о нём». «С кем я беседовал?» — возразил Иоанн. «В эту ночь у меня никого не было». Тогда Прокл описал и вид виденного ему Патриарха, и то, как неизвестный, нагнувшись сзади к Иоанну, говорил с ним, шепча что-то ему на ухо. Потом Прокл взглянул случайно на икону святого апостола Павла, которая была у Иоанна в келье на стене, и вдруг воскликнул, «Вот тот самый, кого я видел отче, говорившим с тобой. Это его истинное изображение». Таким образом, оба Иоанна и Прокл узнали, что к первому являлся апостол Павел, и оба возблагодарили Бога. Один за то, что он в своих писаниях был тайно вдохновляем апостолом, а другой за то, что этого апостола Павла, небесного жителя, он сподобился видеть. После того Иоанн оказал нужную помощь гонимому вельможе, а святой Прокл, руководимый своим святым учителем и духовным отцом святым Иоанном, преуспевал в добродетели и совершенствовался в богоугодной жизни. После изгнания и кончины святого Иоанна Златоуста, Прокл, патриархом константинопольским Сесинием, поставлен был епископом города Кизика. Но, пришедший на свою кафедру, он не был принят тамошними клириками, впавшими в ересь, и потому возвратился в Константинополь и прожил там целый год. По смерти же патриарха святого Максимиана еще до его погребения, святой Прокл был избран патриархом константинопольским и во святой Великий Четверг был возведен на сей высокий сан. Сесиний был патриархом с 426 по 427 год. Максимиан с 431 по 434 год. Это было в 435 году. Вступивший на патриарший престол, святой Прокл доблестно пас в садах Христова до конца своей жизни. Между прочим, он убедил императора Феодосия, сына императора Аркадия, перенести мощи святого Иоанна Златоуста из команд в Старьград. В патриаршество святого Прокла в Византийской империи было великое землетрясение, продолжавшееся шесть месяцев, в котором разрушены были многие величественные здания, церкви, дворцы и т.п. и каменные городские стены. Многие селения и небольшие города были как бы поглощены землею. Некоторые острова исчезли совершенно, некоторые источники реки внезапно высохли, а в безводных местах явились потоки. Это страшное землетрясение было по всей империи, но особенно сильно в Вифинии, где Леспонтии и Фригии. Когда в Константинополе рушились самые лучшие крепкие здания, император Феодосий и цариса Пульхерия с патриархом и всеми жителями, вышедшими из города, совершали литии, усердно умоляя Господа милосердие. И совершилось великое чудо, в то время как устрашенный народ оглашал воздух молительными возгласами «Господи помилуй!» Внезапно один ребенок невидимой силой восхищен был из народной толпы и на глазах у всех поднял был на недосягаемую взором высоту и через час опять так же опущен невредимым вниз. Он поведал царю, патриарху и всему народу, что слышал ангелов, воспевающих на небе песнь «Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные». Весь народ тотчас начал повторять эту тресвятую песнь, присоединив к нему молитву «Помилуй нас». И землетрясение прекратилось, а мальчик, принесший тресвятую песнь с неба, тот час же предал дух свой Богу и счастье погребен был в храме святой Ирины. С того времени во всей церкви христианской вошло употребление пения тресвятого. Святой Прокол прожил в сане патриарха двадцать лет и пять месяцев и с миром отошел ко Господу. Святой Прокол скромчался в 446 году. Он был выдающимся церковным витиею. В красноречии его видать важности святого Василия Великого, соединенные с приятностью Златоуста. Речь разнообразная, живая, ясная, притом краткая. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова